Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, вот об одной проблеме, которая называется Марьяна без угла, и даже не Марьяна без угла, а у нас есть несколько подобных вот товарищей, персонажей, да, которые делают приблизительно то же самое, то есть дают врагу, что называется, наводку, где, когда, как и почему снимаются наши части, одни бригады заменяются на другие и так далее. Вот послушайте, что она пишет, и, честно говоря, я не обратил внимания, это было уже вчера, я обратил внимания, я сегодня прочитал и схватился за голову. Значит, вот цитата. Марьяна. У меня численные звернення військовых увечий, что Сирский сбирают 72-ю бригаду с Вугледару, яка отбивала там все атаки уже два года и прекрасно знает местность. Россия нам таке уже известно, и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Турецком, и Нью-Йорком. Колызвиты забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расхитый фронт. Ну, это она, наверное, имеется в виду про Сирского. Значит, смотрите, я так понимаю, что у меня большая часть зрителей не понимают по-украински, значит, ну, я думаю, что вы поняли, что я сказал, да, она говорит, что Сирский забирает 72-ю бригаду из Вугледара. Эта бригада там знает каждый, кого к земле. Это действительно так. И все в отчаянии, к ней обращаются военные с тем, чтобы их оттуда не забирали и так далее. Но сказать, что вот это вот это чушь, которую она написала, это даже не чушь, это, знаете, это подарок врагу, что называется. Ну, вот смотрите, я... Во-первых, военные 72-й бригады совершенно не против, чтобы их оттуда забрали, потому что им тоже нужен отдых. Если человек находится там уже очень продолжительное время в окопе, без смены, то, извините меня, у самого подготовленного бойца съедет крыша. И его надо менять в любом случае, в любом варианте. Это первый момент. Второй момент. Это что такое за... Во-первых, откуда она это все знает? То есть это надо прекращать. У нас есть еще один персонаж, как минимум, который занимается приблизительно тем же самым. Не буду сейчас говорить фамилию, хотя все знают, кто это такой. Дальше. Откуда она знает? Это первый вопрос возникает. Второй вопрос. Ты чего называешь название бригад, направления и так далее? Ведь даже я, не будучи вообще военным, то есть у меня нет никакого военного образования, я честно и откровенно говорю, из вот этого ее трепа вынес несколько очень важных для себя... И опять, я не был в Угледаре никогда, не представляю себе местность. Но даже я вынес для себя, будучи вот, например, на месте врага, выношу для себя массу очень интересной информации. Ага, значит так, там сколько она говорит, Рик тримал и без ротации, или два рока тримал и без ротации. Ага, значит, у них некем заменить бригаду на Фронько. Ага, Значит, у них нет личного состава, или как минимум нет подготовленного личного состава. это они про нас будут такое думать. Ага, 72-ю бригаду сняли, значит, на ее место поставят необстрелянную бригаду, значит, туда-то надо и ударить. Но это же очевидно. Понимаете? То есть, человек сдает, понимаете, от какого-то отсутствия ума, что ли, или зачем она это делает, сдает, мало того, что сдает, какая бригада, какой участок занимает, так еще и, что ее выводят, вместо нее заводят. Это вообще что такое? Это же просто находка для шпиона. Нет слов, ребята. И я не знаю, вот, кстати, вот здесь, мне кажется, с элементарной точки зрения СБУ должно отрабатывать, потому что, ну, светить имена бригад, название их, номера точнее бригад, их название, и местоположение, и то, что они передвигаются в том или ином направлении, ну, тогда зачем, зачем русским тогда шпионы? Уже ничего не нужно. Уже, уже все сделали, уже все, слава богу, рассказали, да? Это хуже, я вам честно скажу, вот такой пост, он хуже, чем вот съемки другой раз городов, после того, как обстреляли расисты ракетами. Ну, или это то же самое, понимаете? Все довольны, все это слушают, все это, как говорится, съедают. А у меня, честно говоря, у меня шок от такого вот поста. Его там уже прочитало 11 тысяч человек, те, кому надо, конечно же, его прочитали. Вот. И это что, первый пост такого рода? Нет, конечно, проблемы в армии надо, надо решать, если есть проблемы в армии, да? Надо решать. И, естественно, но решать, каким образом их надо? У тебя есть конкретное, знаешь, какое-то безобразие конкретное творится в конкретной части. Ты идешь в военную прокуратуру, и с конкретной проблемой решаешь, пользуясь своим положением депутата, решаешь конкретную проблему, которая возникла в конкретной воинской части в связи с тем-то, тем-то и тем-то. У тебя есть вполне достаточно полномочий, как народного депутата, чтобы этот вопрос порешать и снять его с повестки дня. Но! Вмешиваться в действия командования, не имея вообще никакого военного образования, и выплескивая на загал, на всем подряд название номера бригад, которые движутся в том или в другом направлении, это называется шпионаж. Так, если кто не в курсе, это шпионаж. Вот. И со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот честно, мы откровенно говорим. Это беспредел, вообще беспредел. Но если вы думаете по-другому, ну тогда скажите. Вообще, мне кажется, очень суровым образом надо смотреть, кого вообще допускают на фронт. А если уж допускают, то нужно вот этих людей, которые попадают туда на фронт, гражданских, которые очень умные, и которые, попадая на фронт, начинают, ну, сразу становятся генералиссимусами, не имея никакого военного образования, вообще ни черта не соображая в этом деле. Их надо очень сурово предупреждать о том, о последствиях, если вы начнете потякать, вот в таком вот ключе. Я просто, вот, Марьяне, лично хочу сказать, ты когда попадешь в хирургическую, в операционную, подойдешь, посмотришь там две минуты, что там хирург скальпелем машет. Тоже возьмешь, у него начнешь кромсать, он неправильно все делает, да?